Всё, ребят, ну, под вашими постами, вернее, под эфирами я не увидела никаких вопросов, чтобы так вот прям вам очень-очень захотелось, чтобы что-то обсудить. Единственное, такой вопрос возник у ребят, он даже не вопрос, наверное, а как обсуждение, осуждение, да, спасибо за сердечки, что я куда-то смотрю всё время вбок, там ещё что-то, вбок, вверх, вправо, кто-то пишет вправо, кто-то влево. И это интерпретируется насколько, насколько правду я говорю, вот. Ну, во-первых, ребят, давайте я начну с того, что когда я смотрю куда-то, у меня же свет, вот. У меня всё равно глаза устают смотреть на свет, потому что у меня же лампа, вот. И мне очень приятно иногда бывает закрыть глаза, иногда бывает, что я просто смотрю. И когда вы задаёте какой-то вопрос, либо когда я погружаюсь в себя, мне очень приятно, когда я просто отвлекаюсь и смотрю в никуда. Это не говорит о том, что я смотрю вверх, вправо, влево. Вы по камере вообще не поймёте, вправо или влево я смотрю, потому что она же зеркальная. Поэтому не ищите никогда смыслов там, где их нет. Мы очень часто любим искать то, чего не существует. И опять же, почему мы ищем то, чего не существует? Не потому что мы хотим как-то развить свою голову, свой мозг, а именно потому что мы опять же хотим в очередной раз уйти от себя. Не свою какую-то самосуть интерпретировать, а опираясь на другого. То есть когда обсуждается кто-то, ну возьмём меня, да, мы сейчас про меня говорим, вот меня обсуждают, неважно в каком контексте, в контексте лжи, в контексте внешности, в контексте ещё чего-то. Вам же эти обсуждения нужны, если вы заглянете в себя. Это очень клёво, что вы пишете, очень клёво, что у вас выходят вот эти вот эмоции. Но если вы их раскроете, то будет видно, что вы за счёт этого пытаетесь себя привнести в другую стадию для самого себя. То есть говоря, что, например, я там такая-то, такая-то, вы в себе вот эту грань подчёркиваете, как бы неосознанно давая самому себе понять, что а я вот не такая, а я лучше там, а я там ещё что-то. Или лучше, ну неважно, девушка это или мужчина. Это то же самое, как, наверное, многие сталкивались с таким, девочки это очень любят делать, да, вот, например, там собираются и говорят, ой, она такая вот негодяйка, она вот с тем, с тем, вот она вот это вот. И это говорится не для того, чтобы её как-то унизить, она же вам вообще безразлична. А это говорится для того, чтобы сказать, а я вот не такая, а я правильно, а я хорошая, а я там ещё что-то. Это всегда про это. И когда вы идёте в осуждение, либо в обсуждение кого-то, это всегда говорит о том, что вы не хотите в себе. То есть когда идёт осуждение какого-то поступка, какого-то момента, какого-то действия, это то, что у вас сидит, у вас сидит это действие, как правило, не позволение. Мы уже очень часто осуждаем таких людей, которые делают что-то неправильно, там, например, женщин лёгкого поведения, там, или мужчин, которые не выполняют мужские действия, там, какие-то в каждом восприятии мужское это по-своему интерпретируется. И мы на это обращаем внимание, потому что есть какие-то аспекты, которых мы себе не можем позволить. Но когда ты понимаешь, что ты можешь себе позволить всё, а ты это понимаешь только тогда, когда ты тотально честный с собой. То есть, что бы вы сейчас ни говорили про меня, это ко мне не относится, я не могу на это реагировать. Всё, что вы говорите, это ваш разговор, ваш разговор с самим собой. Какую там роль играю я, это не для меня сказано, это всегда для вас. Возьму я это в свой мир или не возьму, это уже про другое. И когда вы начинаете смотреть на кого-то, вы всегда идёте от себя. Но когда вы находите себя, когда вы поворачиваетесь к себе лицом, то кто бы что ни говорил, вас это не может задеть, потому что это всегда его. А вы всегда знаете, что ваше, кто вы, как вы себя ведёте, как вы действуете. Вам уже не нужно будет чьё-то принятие, либо чьё-то одобрение, чьё-то осуждение, чьё-либо признание. Мы уже очень часто идём в какие-то моменты, живём жизнь, проживаем жизнь. Для признания. Признание себя. И этот момент в жизни, он очень важен многих людей. Признание родителей. Вот посмотри там, чего я добился или добилась. Признание своих близких, своих любимых, своих детей. Но это никогда не про нас. Признание — это доказать, показать, что я такой. Но ты можешь показать, либо рассказать, какой ты, только тому человеку, который тебя никогда не примет, таким, какой ты есть. Потому что у него есть своё мировосприятие, в том числе и мировосприятие тебя, твоего мира. Поэтому, что бы ты ни говорил, он будет тебя интерпретировать через призму своего восприятия. А ты в этот момент просто будешь тратить энергию не на себя, энергию для доказать ему. Но ты ему всегда доказываешь, то, каким ты себя видишь через его глаза, не какой ты есть, не каким ты себя принимаешь или воспринимаешь, а ты ему показываешь, что ты такой, каким бы ты хотел быть для него, именно для этого конкретного человека. и ты начинаешь делать, ну, к примеру, там, показываешь, что ты там хорошо готовишь, хорошо ещё что-то делаешь, хорошо там зарабатываешь, хорошо там воспитываешь детей, ещё что-то, много-много вот этого ты пытаешься донести вот этому человеку. А он всё то же самое видит со своей призмой восприятия. И поэтому он тебя так, как ты себя для него воспринимать никогда не будет. И ты будешь от этого всегда страдать. Мы сейчас не касаемся его, хотя он тоже будет страдать, не получая того, что он видит. То, что он принимает от тебя, не идёт с резонансом в его мире. И когда мы пытаемся доказать кому-то, что я хороший, мы просто... мы себя как кусочничаем сами себя. Мы всё время себя... у нас уходит понимание себя от себя. Мы пытаемся себя сделать для того, чтобы тот человек про нас думал вот так-то, не про себя. И мы теряем себя. Поэтому, когда мы идём на состояние признания, это всегда... в разрушении себя. Привет, Олечка! У меня хороший есть фоновый шум гул. Ну, слышно. Это кондиционер здесь недалеко стоит, поэтому доброе время. Добрый вечер из Крыма. О! Яся, сколько тебе лет, солнышко? 44 полных. Да, ребят, задавайте вопросы. Вот, а я сейчас пока немножечко расскажу про то, как съездили в Брау-Дюрсо на фестиваль. Очень клёвый фестиваль, очень много интересных людей, интересных, позитивных. Но мы приехали немножечко в самом начале. Ещё такие люди были не раскачаны. Приехало ещё пока мало людей. Не со всеми успели познакомиться, естественно, потому что фестиваль очень длинный, там 20 дней. Мы всего на три дня приехали. Наверное, нужно было на подольше приехать. Но вот так получилось, потому что следующие проекты нужно было делать. С клёвыми ребятами, конечно же, познакомились. С музыкантами. Там были просто великолепные музыканты, экстатик, которые были. Группа одно, но очень-очень всё понравилось. И организация, насколько бы тяжело не было такое количество людей организовать. Но всё-таки ребята тоже там молодцы. Немножечко выставила уже ролик на канале, там интервью у меня взяли ребята. И возможно будет у нас новая коллаборация, новый такой небольшой проект. Но об этом я вам немножечко позже расскажу, когда уже будет всё понятно, всё известно. Я думаю, что вам будет тоже это очень интересно. Потому что когда идёт какое-то слияние новых двух энергий, новых двух видений, наверное, это всегда интересно. спрашивали, спрашивали ребята, кто-то мне написал, что а можете ли вы вернуться обратно на на фестиваль? Можем, конечно, никто же не запрещает, но другие планы. И просто уже никуда не встроить, всё расписано по дням, поэтому никак не прийти. Спасибо, Ясин. Какая роль другого человека в познании себя? Этот процесс может быть конструктивным? Конечно, конечно, может быть. Каждый человек в познании тебя, то есть другой человек, какая роль другого человека в познании себя? то есть ты имеешь в виду, как ты собираешься через другого? Когда мы ещё идём со стороны ума, то мы всегда собираемся через другого. Когда мы выходим на на виток самого себя, то мы тогда через через энергию другого расширяемся. То есть мы как цельные, отдавая свою энергию любому другому такому же цельному. Потому что если не цельным, он будет как губка просто впитывать нас. И не факт, что он куда-то пойдёт. То есть когда ты впитываешь кого-то через себя, не самознание, не когда ты идёшь на расширение, а когда ты только дай-дай-дай, то ты как губка начинаешь впитывать, но ты сдвинуться с места не можешь от своей тяжести. И это тоже закон природы. А когда ты идёшь уже как цельный, когда ты идёшь через расширение другого, то ты отдавая, ты как будто как расплёскиваешься, отдаёшь, раздал, и от твоей энергии этого человека начинает выбрасывать вверх. И за счёт того, что его выбрасывает вверх, ты опять же идёшь за ним вверх и отдаёшь. И вот так вот идёт постоянно. Он тебе отдаёт, ты ему отдаёшь. И когда вы идёте через цельно, вы уже идёте не просто вот так вверх, как у нас любят говорить, что в рост. В рост это не всегда актуально, не всегда хорошо. А тогда ты идёшь вот так в ширину, в глубину. И это уже абсолютно другие процессы. Тогда ты захватываешь каждый уголок этого пространства. И это уже про другое. тогда ты уже идёшь через наполнение. Галина ответила на вопрос? Или как-то может пояснить нужно? Да, ребятки, задавайте ещё вопросы. Вопросы по марафонам очень часто пишут, когда будет запуск. Но у нас там всё написано, когда запуск. Определённое количество людей набирается, и мы сразу же запускаем. То есть мы дня два дадим на объявление. вот, что стартует такого-то числа. И всё, и выходим в марафон. Неважно, какой марафон первый начинается. Кому какой удобно, тот для себя такой выбирает. Кто-то на нескольких марафонах. Вот, по ретриту тоже, ребят, ретрит, что московский, что сочинский, он в любом случае будет, будут ограничены места. Сейчас ещё, я не набиваю пуха, сейчас места ещё есть. Их достаточно. Но я могу сказать, что больше 30 человек я не возьму точно. Вот, потому что мне нужно каждого, каждого прощупать, каждого, каждого вскрыть. И это достаточно трудоёмкие процессы, чтобы мне успеть всё это сделать, чтобы мне это сделать именно не просто так с вами посидеть, да, а чтобы были результаты. Потому что чем лучше у вас результат, тем лучше мне. в этом я работаю на результат. То есть я это делаю, вот эти скрывашки. Я понимаю, что 30 человек для меня это будет комфортно. Всё, что свыше, для меня это будет некомфортно. Я уже пробовала, но это немножечко не то. Поэтому места есть, присоединяйтесь, кто пишет. С огромным удовольствием, с огромным огромным удовольствием вас буду ждать на ретрите. Вопрос по алтайский ретрит. Алтайский ретрит будет в следующем году. Скорее всего, это будет в июле Алтай, а в августе это будет Байкал. Уже можно тоже туда начинать потихонечку планировать присоединяться, потому что там тоже будут места ограниченные. Там уже другой масштаб, другие места. Все равно места очень много значат. Москва это больше про такое, про купольность, да, про купольность, про движение там одна. своя аура в Сочи абсолютно другое. В Сочи это как проростки, это как прорастать, вы можете все время прорастать, прорастать. Это про Сочи. Алтай, Байкал это совсем про другое. Ты описала скорее развитие, расширение. Это наверное приемлемо к людям, кто познал себя и не имеет проблем с честностью с самим собой. А кто знает в каком-то смысле этого выражения. Слушайте, ребят, но вообще я сразу же говорю, что чем я отличаюсь от многих людей тотально, то, что я себе могу позволить быть честной. Мне абсолютно все равно, кто какого мнения, кто как меня будет воспринимать. это ваше восприятие меня. Это не есть я. Всегда ваше восприятие. И когда ты это осознаешь, ты можешь быть абсолютно тотально честен с самим собой. Тебе абсолютно не важно, как тебя воспримут, а услышат ли тебя, а поймут ли тебя. Это уже их. Насколько они будут готовы расширяться, они будут идти в это расширение. Когда ты можешь быть честен с самим собой, тогда уже открываются у тебя все ступеньки. Только через честность. Первое правило это всегда через честность. Через честность потом убирается важность и оценочность. Это три основных правила. Честность, оценочность и важность. И когда мы эти моменты убираем, то остальное для нас уже абсолютно не имеет значения. У меня тут свет немножко гуляет, да? А ретрит в Европе будет? Ребят, пока про Европу вот сейчас решается вопрос, но не могу сказать. Пока видимо только в России, не знаю. Можно критику другого человека использовать как тренажер для своего роста? Да нет, какой это тренажер у него? Это не тренажер, это просто ты себя это не тренажер, это когда в постоянном каком-то соите с этим состоянием. по факту что такое критика другого человека? Но ее не существует. Тебя никто не может обидеть, пока ты сам не обидишься. Тебя никто не может разозлить, пока ты сам не разозлишься. Тебе никто ничего не может сделать. Кто тебя может критиковать? Он же выплескивает свое видение мира. Ты можешь принять его мира, можешь не принять. Если тебя это задевает, то когда тебя задевает какая-то критика любого другого человека, это автоматически говорит, что ты выпадая из своего мира, впадаешь в его мир, и в его мире крутишься, обмакиваешься в эту критику. А по факту тебя кто может сказать? Что мне могут сказать? Старая, толстая, глупая, страшная, еще что-то. Это всегда будет восприятие их. есть у них красота с этим ассоциируется. Я не вхожу в этот критерий, но это просто факт. Весовая категория, я не вхожу в эту категорию, это просто факт. Там какие-то научные знания, просветленность, или еще что-то. У них такое восприятие, и я не вхожу в эту категорию. Это просто факт. Я не могу на это обижаться. Как я могу на это обидеться? Поэтому критика, если вас еще что-то перелистываетесь в другой мир, в мир чужого? Почему вы не остаетесь в своем? Почему вы из своего мира не можете посмотреть на его действия? Что вас так в еще какой-то? И ты все эти факторы, все эти критерии вешаешь на себя. Потом что в школе говорят? Там мальчик или девочка умный, но очень ленивый, поэтому не получается учиться, поэтому на тройке, поэтому еще что-то. Потом ты собираешься через одноклассников, через каких-то своих знакомых, которые тебе говорят, ты красивый, некрасивый, толстый, худой, носатый, губатый, еще что-то. И ты это потихонечку примеряешь на себя, хочешь ты того или нет, тебя уже так научили не на себя смотреть, какой ты есть. Тебе же родители не говорят, я тебя вижу таким, они говорят, ты такой, все, они тебе клеймо поставили, ты такой, и ты начинаешь собираться через другого, и потом ты неосознанно это делаешь. Какой ты специалист, какой ты муж, жена, друг, ребенок, неважно, кто ты, ты всегда через другого собираешься. И когда ты открываешься перед собой сам, кто я есть, тогда уже вот эти вот все одежки не наши, они спадают. Тогда тебе не нужно слышать от своих коллег, какой ты, даже касаемо работы, ты уже знаешь через тотальную честность, какой ты. Ты знаешь, здесь я ленюсь, а здесь я классно делаю, здесь у меня не получается, потому что я не хочу это усваивать, а здесь мне легко нет, потому что мне это нравится. И тогда тебе не нужно, чтобы тебе кто-то сказал, какой ты специалист, ты уже знаешь, когда ты знаешь свою самоценность, ты можешь всегда взращивать, а когда ты самоценность свою не знаешь, а собираешься через другого, ты себя Посмотри, почему ты кайфуешь. Вообще от молока очень сложно отказаться, потому что молоко у нас в любом случае ассоциируется с детством и с мамой. С коровками, когда нам показывают книжечки, поющие книжечки кому-то. На лужайке пасутся тко и тет-тет-тет-тет-тет. А что такое детство, что такое у мамы? Это безусловность. Это та любовь на этапе молока, которую не нужно заслуживать. Ты просто ее берешь, даже если ее нет, ты даже не осознаешь, но ты ее пытаешься взять. Но это безусловно. Это не хочешь ты заслужить ее. И мы просто думаем часто, что мы не помним какие-то моменты. А по факту мы помним внутриутробное состояние. Про прошлые жизни я вообще молчу, про это все знают. То есть для некоторых проще для себя понять, что прошлые жизни нам легко вспомнить. А то, что когда нам было несколько месяцев, как мы у мамы пили молоко, это сложно вспомнить. Во факт, это же в нас все есть. Но это настолько, настолько это все спрессовано. Вот это вот состояние, когда мы пили молоко материнское, оно настолько сильно спрессовано, что именно туда в первый год жизни забито очень-очень много. Почему поголовно у всех вот этот атлант свернут? Он же свернут, говорят, нам при родах свернули. А при родах-то почему его свернут? Почему его же не столько, он же может восстановиться? То есть каждый у нас суставчик встает на место. Почему в взрослом возрасте этот суставчик не стал на место? Потому что там пресс, там пресс вот это вот от рождения, от явления в этот мир до года, как правило. Когда идет вот это вот молочное наше питание, там все воспринималось на состоянии безусловности. Как мама к тебе относилась, как папа к тебе относилась, что делали для тебя, как тебя воспитывали, как с тобой играли, как к тебе обращались, целовали ли тебя, наряжали тебя. Не важно что, вот этот вот первый год жизни, он тебе сформировал твой позвоночник, твой атлант. И ты его можешь выбрать, ты можешь ходить в костоправом хоть каждый месяц, он тебе будет обратно сворачиваться, пока ты не вытянешь вот этот вот пласт, не разберешь его и не оставишь там, все, оно уже прошло. Пока ты в этом состоянии осознания не придешь к этому. И когда ты его разбираешь, вот этот вот первый год в своей жизни, ты его можешь очень легко вспомнить. Когда ты его разбираешь, тогда вот эти вот продукты, основанные на молоке, они у тебя моментально отваливаются. Творог, сыры любые всякие, молочка. От молочки же тяжелее всего, чаще всего отказаться молочкой и сыры многим. Это именно как раз вот этот вот завуалированный пласт нашего тотального восприятия, когда мы не сопротивляемся, просто принимаем то, что нам дается в этом периоде становления. Спасибо, очень просто и понятно. Спасибо, Александр. И за сердечко спасибо. Да, ребятки, если еще есть вопросы, то я с удовольствием отвечу. А если нет, то пойду искать котят. Где-то они у меня приходят. Спасибо огромное. Сердечки очень приятные получат. Если нет вопросов, то тогда на сегодня мы с вами все. И завтра в клубе... Так, какую тему ребята попросили меня? Раз, секунду. Сейчас. Мужские и женские отношения. Еще очень интересно про раскрытие. Да, мужское и женское. Мы еще раз поговорим про мужское и женское. Туда залезем поглубже. И кто... Кто в клубе, то, ребят, присоединяйтесь. Там в прямом эфире как раз и поболтаем. Если какие-то будут недопонимания. Так. Благодарю за внимание к моему вопросу. И я вас благодарю за вопросы. Все. Все, ребятки. Тогда всех обняла. Если есть какие-то вопросы, пишите. Не стесняйтесь. Не бывает глупых вопросов. Если вы считаете, что глупые вопросы, почему у вас такая важность к своим вопросам? Просто пишите. Просто не думайте. Если вы его озвучите, вы даже не представляете, скольким людям вы поможете. Потому что многие же не могут озвучить вопросы. Кто-то стесняется. Кто-то думает, что ну что ж я буду на этот вопрос. На него уже 10 раз отвечали. Если я не понимаю, зачем же мне его задавать еще раз. Задавайте. Может быть, я с какой-то стороны, с другой стороны зайду. Поэтому не стесняйтесь. Задавайте все вопросы. Про алкоголь не была тема. Алкоголь и курение – это не та тема, которую стоит озвучивать. Что такое? Но про алкоголь. Сегодня у нас какой день недели? Вторник. Давайте поговорим про в четверг. Я постараюсь не забыть. И про алкоголь. Поговорим, почему в семьях живут с алкоголиками. Насколько это прекрасно для них. И они даже не думают, что это так здорово. Как они не позволяют своему партнеру, своей второй половинке уйти от этого. И мы об этом взят не поговорим. Все, всех обняла. И всем через два дня увидимся. А в клубе завтра. А в клубе завтра.